Друзья, согласитесь, что многие из нас совершенно забыли о встречах без алкоголя. Ну вот просто посидеть, пообщаться, попить чайку, допустим. Кстати, церемония чаепития – одна из самых древних и интереснейших церемоний. Водку официально признали уже в советском государстве понятие водки. Стандартизировано было в 20-х годах, когда разрешили продажу. От 14 по 23 год в России был сухой закон. Даже в Советском Союзе, в 22-м году, когда Советский Союз образовался, сухой закон. И Ленин очень хвалил вот это распоряжение царя о введении сухого закона. Он даже на одном из заседаний Совнаркомов говорил, что сухой закон спас Россию и спас советское государство. Выше 7-8 литров государство никогда не позволяло себе выпускать алкоголь на душу населения. Это та норма, которая всемирная организация здравоохранения признается нормой, которая не калечит генофонд популяции. Что было взамену дано? Прекрасным образом было взамену дано культ чаепития. В то время транспорт стал ходить лучше. С Китая и с Индии стали привозить много чая. И чай проник в среду не только богатых людей, а в среду и мещан, и крестьян, и всех остальных. И этот культ чая стал насаживаться рестораторами, кабачниками, потому что он был выгоден. Под чай можно было продать много что хорошего. Многие торговые люди в то время понимали, что пьянство хорошего не приводит, они теряют доход. Они стали использовать чаепитие как место встречи, обсуждения проблем. Это вошло в норму. В то время Россия потребляла чая, причисленность населения гораздо меньше, чем Китай, Индия, Европа. Все остальные вместе взяты, она была на втором месте по количеству чая, который завозила к себе Россия. Сотни тонн потреблялся чая. И чай спас Россию в то время. Чай по своим вообще уникальным способностям один из немногих настоев травяных, да, которые можно пить долго, длительно, без ущерба для здоровья. И очень многим слоям населения, вот как я медик говорю, очень многим слоям населения с различными заболеваниями. Есть мало каких заболеваний, при которых чай употреблять нельзя. Вообще единицы их, их буквально, ну, несколько на земном шаре, и то относительно употреблять нельзя. В период обострений, а когда идет ремиссия, то человек может употреблять чай. Чай различный, зеленый, черный, как угодно. Ну, здесь, как всегда, нужна доза, время и понимание, что обязательно чайная церемония наша, русская, российская, вообще, которую в России, да не только русская, российская, ее пили все чай. И восточные люди, и западные, и северные, и южные. Чай, он везде культурно. Ему обязательно нужно, конечно, употреблять с какими-то мучными продуктами, с какими-то сладостями. Почему? Потому что организм это тоже углеводистая пища, хорошая пища. Второе, это, ну, хозяйка, друг перед дружкой может похвалиться, вот какой я там рулет сделал, или какой-то там пирожок испекал, или какой-то тортик, да. Второе, это место для хорошей беседы, трезвой беседы. Есть куча интересных завариваний, и английские, и французские, и индийские способы, и китайские. У китайцев, у японцев вообще там обалденно все время. Если ее соблюдать, то два часа мы должны с вами просто заваривать чай, понимаете? Пока еще не говоря ни о чем. То есть есть, есть вещи, которые подсказаны многими популяциями, народами, это умение пить чай. Друзья, есть одно замечательное место у нас в городе. Он находится на тракторном в ДК трактора строителей, и называется Клуб Трезвости, в котором никогда не забывают про живое общение и церемонии чайпития. И боль разлуки готов тереть. С тобой всегда, с тобой всегда, давай пошлем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года.